Привет! Сегодня вещаю с Лысой горы в Киеве, ибо тут в двух ямах накопился мусор, исправно сваливаемый культурными людьми. Уж лучше бы они оставляли это на полянке, так проще было бы его убрать. А теперь пришлось нам заказывать трактор и грузовую машину. По поводу оставить на полянке, шутить пытаюсь. Конечно же, не стоит отходами загрязнять уникальную флору-фауну этого заповедника, где очень много краснокнижных растений и животных. Скидывая мусор в яму, считая, что это нормально и потом присыпется, то это называется как экобомба, отравляющая почву и отпугивающая живые организмы, которые тут жили до всего этого. Если я уже чувствую вонь от этого разлагающего пластика, то что можно сказать о местных обитателях, которых эта вонь просто глушит? Даже если это зарыть, то для горы это будет как язва, воняющая из-под земли, с грунтовыми водами, отравляющая все вокруг. Хорошо, что сегодня с нами виртуозный тракторист, который ловко выгреб эти ямы и отправил 4 куба мусора в грузовике на санкционированную свалку, где пластик и стекло отсеют и отдадут на дальнейшую переработку. В любом случае, сегодня местные птички, а если такие, которые живут здесь, только здесь, все вздохнут глубже. Так что давайте за них порадуемся. Так, пока он ехал туда, еще надо что-то кинуть в него. А он же не хочет, не спит черный, так давай повысыпаем из мешков. Ну да, пока еще есть место, давайте пока повысыпаем туда, несите туда, в машину высыпаем. Не, ну, не, мешки не надо, высыпать из мешков. Ничего, что я под съемочку сделал. Ну да. В принципе, здесь не так-то и уже много осталось. Пока мы вручную дочищаем локацию, то трактор успешно заканчивает зарывать яму, чтобы в нее более не скидывали никакие остатки мусора. Группа энтузиастов, которые убрали Лысую гору. Мы славно поработали, но у нас еще есть что делать. Да, всегда есть что делать. Но основное сделали работу, я хорошо, вот эти две ямы вывезли. Громадные две белые ямы. За моей спиной лежит дерево, которое еще 20 лет назад здесь лежало. Когда я здесь был, даже больше 20 лет назад. Там оно до сих пор лежит нетронутое. Там образуется своя, короче, бактериальная система. То есть деревья, которые падают здесь на Лысой горе, у них даже желательно не трогать, потому что образует это все свой климат. Поэтому это уникальное место Лысая гора. Здесь много краснокнижных растений, животных. Птички здесь есть маленькие, которые только здесь водятся, больше нигде. Ну, в общем, кому интересно, почитайте в Википедии или где-то там. Есть сайты. Здесь я рассказываю, какой я ботан и хочу популяризировать разные виды дубов, которые у нас еще пока не растут. Желуди я беру в научном ботаническом саду, куда связаны из разных уголков мира интересные виды дубов с разными формами листьев и желудей, сажая росточки везде по городу и за городом. И если третья часть всего вырастет, то это успех. Как колокольчик он. Ага, как колокольчик. Ну да, желудка как колокольчик у них выглядит. Как колокольчик еще такая пимбочка есть. Да, можно да, да воображать. Дуб золотистый, Япония. Но, к сожалению, мало здесь голодей я нашел. Листики тоже интересные. Одиночные, зубчатые. Сейчас я имею практику наблюдать рост желудей, посаженных 5 лет назад в количестве 100 пророщенных желудей. Скажу вам, это очень интересное хобби. Хоть результат ждется очень долго, но в этом и суть. Дубы в лесу очень полезные деревья, особенно для зверей. Так как желуди это такой вот хороший продукт для всех. Мне кажется, все звери едят эти желуди. Что насобирал? Вот тоже дуб интересный. У него листья совершенно не похожи на дубовое, но на самом деле это дуб. И у него маленькие желуди. Называется дуб черепчатый. Уже раз я сегодня здесь, то почему бы мне сегодня не высадить несколько саженцев вот этих вот желудей, которые я насобирал в ботаническом саду. Здесь я на склонах нашел интересное место. Оно ответственно, здесь мало кто ходит. Поэтому у них здесь больше шансов прижиться. В таких условиях дубочку проще прижиться, потому что здесь не будет летом палящего солнца. Листва этих деревьев защитит дуб от прямых солнечных лучей. И лет через 10, то уже здесь будет нормально такое небольшое деревце, которое потом уже будет развивать свою крону. По большей части, если ответить на вопрос, зачем ты это все снимаешь и выкладываешь на YouTube, то это больше видео снимают для себя. Для того, чтобы видеть начальную стадию, в каком месте я сажал эти росточки. Потому что через год я уже забуду на самом деле, где это все посадил. Благодаря таким видео я возобновлю свою память, то есть освежу и пойму уже, где какая коряка, какой корень был. Мне так будет проще ориентироваться. Ну и вообще посмотреть, какой он был и какой потом стал. В эту уютную ямку. Тут небольшой заборчик у них. В общем, пока я иду с этого парка, хочу немножко сказать, что по поводу философии всей этой уборки. Например, моя бывшая жена, она говорит, что ты не самый умный человек, что тратишь свое время и еще финансы сюда вкладываешь на такие уборки. Потому что это капля в море, это никто не заметит, вы убрали, а еще на мусорь, говорят, люди такие. То есть все равно будет мусорить, все равно все будет выкидывать. Висят мусор в лесу. И такими акциями мало что измените глобально. Но может глобально не изменим, но я понимаю, что как в организме человека есть клетки, которые блокируют плохие клетки, которые вирусы всякие приносят, там гриппом и еще что-то. Иммунитет назовем это. Так и вот, в любом организме есть бактерии вредные, но они подавляются иммунитетом. Так и здесь я хотел бы верить, что в этом мире тоже будет больше иммунитета, чем бактерий. Да, от них никуда не избавиться. Всегда будут приходить компании, которые будут разбрасывать мусор. Но будет круто, если больше будет людей, которые это будут убирать. То есть это будет не влом. То есть я небольшой пакетик взял, я вообще не парюсь по этому поводу. То есть если так и будет дальше, ну, пускай себе эти бактерии существуют, ничего страшного. Главное, чтобы их немного было и особо не уподавляться этим бактериям, что да, я такой, да, я уникален, я такая бактерия, и подобных мне нету. Ну, и тому подобная всякая ерунда.